Кадры решают всё. Это не лозунг, подсмотренный в чужой стране. Это основа японского менеджмента. Президенты японских фирм сделались ходячими храмами потому, что хотят не просто управлять кадрами, а и владычество над мыслями и идеалами их. Главный постулат вероучения, придуманного Мацусте, гласит, наша фирма создаёт людей, кроме того, она производит товары. Каноска Мацусте написал почти сотню книг, в которых конкретизирована его философия. Не расскажете ли вы о сути философии Каносука Мацусте? Коротко изложить суть его философии трудно. Философия эта объясняет цель и назначение производственной деятельности. Эта деятельность, учит Мацусте, ведёт к социальному прогрессу и улучшению жизни людей. Здесь главный смысл его философии. Каким образом рабочим преподносит идеи Мацусте? Способы разные. Прежде всего, новичкам разъясняется, что представляет собой фирма, куда они пришли работать. Какое мировоззрение тут существует? Молодым рабочим читаются лекции по теме «Основной курс фирмы», в которых излагаются моральные требования к персоналу. Затем рабочие постигают мысли Мацусте во время беседствами начальства на собраниях, посвященных обсуждению какого-либо положения философии Мацусте. Философия, как и религия, лишается своей силы, если отнять у неё торжественность и ритуальность. Рабочий день начинается в фирме с хорового пения гимна Мацусте-Денки всеми 160 тысячами рабочих и служащих на всех заводах, во всех лабораториях и институтах, во всех фирменных магазинах. Непрерывно и безостановочно, подобно струям фонтана, пошлём всего мира народом, продукт наших рук и ума. Затем скандирование заповедов. И снова всеми 160 тысячами работников фирмы. Стремиться достичь целей нации. Совесть и справедливость, гармония и сотрудничество. И, наконец, ежедневное напутствие начальника участка, которое должно настраивать рабочих на вдохновенный труд во имя прибыли фирмы. Сегодня рабочим зачитывается раздел из книжки Мацусте, в котором говорится, как из-за напряжённых раздумий о способах получения прибыли во имя процветания общества у Мацусты шла носом кровь. Так не должны ли мы, вопрошает начальник участка, работать так, чтобы хоть раз в жизни пошла у нас носом кровь? Раз в году Каносское Мацусте встречался с руководителями своих предприятий. Его речь всегда носила философский характер. «Мне кажется, что в действительности фирма не принадлежит какому-то одному лицу», говорит Мацусте. «Ведь фирма создана, чтобы улучшать жизнь каждого гражданина, и она ответственна перед всем японским народом». «Ресурсы фирмы принадлежат всем японцам, как отдельным лицам, так и группам лиц». Нам, администраторам, доверено управлять этими ресурсами. Успех или неудача фирмы сказывается на нашем общем благосостоянии. Рассказывая о президенте фирмы Мацусте-Денке, особенно о его, так сказать, идеологической деятельности, я не смог удержаться от сарказма. Вы это наверняка почувствовали. В самом деле, как всё это нам знакомо, и как зло нами осмеяно. Ну а если судить по конечному результату и японской перестройки, и развития в её ходе фирмы Мацусте-Денке, в ней случается лишь один дефект на 200 изготовленных телевизоров. Текучесть рабочей силы не превышает 2% в год. На каждого работника приходится в среднем 99 внедрённых рационализаторских предложений ежегодно.